Клиника Биоложитая по 5 представляет Арзу Гулиева, врач и гастроэнтеролог. Тема – болезнь крона и язвенный колит. Хочу дать информацию о наиболее распространенных воспалительных заболеваниях кишечника. К ним относятся болезнь крона и ультеративный или язвенный колит. Болезнь крона чаще встречается в тонком кишечнике, но может поражать и толстый кишечник тоже. Болезнь может поражать и весь пищеварительный тракт, начиная от ротовой полости до прямой кишки. Но наиболее часто поражаются конечные отделы тонкого кишечника, хотя вероятность повреждений ротовой полости и толстого кишечника тоже высока. Язвенный колит. При язвенном колите поражается только толстый кишечник, Но анальный канал при этой болезни не затрагивается. При болезни крона развивается воспалительный процесс, возможно, пенетрация, образование фистул или стенозирование, то есть по мере заживления ран они рубцуются, что приводит к сужению просвета кишечника и развитию относительно кишечной непроходимости. Эти проблемы, то есть образование фистул кишечной непроходимости, решаются в основном хирургическим путем. При воспалительном же течении заболевания гастроэнтерологического лечения бывает достаточно для излечения. Язвенный колит протекает по трем основным типам. С поражением прямой кишки, с поражением левого отдела толстого кишечника или левосторонний колит и тотальное поражение толстого кишечника или панколит. Жалобы. Каковы жалобы при воспалительных заболеваниях кишечника? При болезни крона и язвенном колите жалобы разные. Они даже отличаются в зависимости от того, какой именно отдел кишечника поражен. Например, при поражении прямой кишки при язвенном колите больной жалуется на диарею, кровянистый стул. При поражении тонкого кишечника, при болезни крона, бывают боли вокруг пупка, нарушение переваривания пищи, иногда может быть температура. Диарея бывает редко, наоборот, пациент может страдать от запора. Хочу отметить важный момент. Иногда пациент считает, что у него запор, хотя на самом деле задержка стула происходит из-за сужения просвета кишечника. Язвенный колит часто сопровождается кровянистым поносом. Лечение. Хочу отметить, что в клинике Биоложитая Бабя лечение воспалительного заболевания кишечника отличается от общепринятого. С помощью этого лечения вполне возможно выздоровление больного. Используемые здесь препараты не наносят вред организму. Они, регулируя работу иммунной системы, способствуют выздоровлению кишечника. В отличие от академической медицины, биорегуляторные препараты не имеют побочных действий и не подавляют иммунную систему. Результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова